Газопровод Жители четырех сел Маинского района Ульяновской области на протяжении нескольких лет не могут дождаться прихода газа в свои населенные пункты. По инициативе главы региона была создана рабочая группа. В течение пяти дней поручено разобраться в сложившейся ситуации. По состоянию на сегодня, что мы констатируем, тот газопровод, который построен 4,2 километра, по предварительным оценкам может эксплуатироваться. Экспертизу газопровода, фактического состояния, обследование газопровода будет проведено силами Газпрома, ориентировочно это апрель-май следующего года. Нам нужна сухая погода, сухая почва для того, чтобы провести экспертизу в состоянии газопровода. Для того, чтобы продолжить работы, необходимо получение экспертизы, соответственно, выделение 500 тысяч рублей для проходения экспертизы на межпоселковый газопровод. Второе, что необходимо, необходимо разработать проектную документацию на внутрипоселковые сети. Строительство межпоселкового газопровода на три села было начато в 2005 году. Однако требования к экспертизной проектной документации изменились. За счет муниципальных средств был разработан новый проект, который с 2013 года находится в госэкспертизе. Заключение не получено в связи с отсутствием финансирования. У нас есть возможность в течение следующего года разработать проектную документацию в соответствии с самыми современными требованиями выполнить внутрипоселковый газопровод из современных материалов. И в 2018 год уже мы будем закладывать средства по итогам разработки проектной документации на строительство этих газопроводов. Все, что можно увидеть сейчас, например, в Безречном – остатки срезанных труб, висящие на опорах. С местными жителями поселка провели личную встречу. Газ мы ждем очень давно. И мне бы очень хотелось, чтобы его довели до нашего села. Потому что это все-таки дешевле, чем, скажем, топить дровами или углем. Или вот у меня электрическое отопление. Но я думаю, что вам в разы дешевле будет, если мой дом будет отапливаться газом. По словам Смекалина, зажечь факел в поселке планируется в первом полугодии 2018 года. Что касается потраченных материальных средств на внутридомовую расходку, на установление счетчиков и всего остального. Средства потрачены не зря. Эти газопроводы эксплуатировать можно. Мы совместно с службой соответствующей проведем ревизию этих газопроводов. Если надо кому-то что-то помочь, я думаю, найдем соответствующие средства. И этими сетями вы будете уже подключаться к межпоселковому газопроводу, который будет на этом построен. Эльвира Зямалова, Юрий Конехин. Новости. Ульяновская правда.